давайте настроим подвал сайта 4 секции у нас будет для этого переходим режим настроить виджеты вот the footer виджет один интересует здесь открываем первый виджет и вы знаете давайте просто удалим давайте удалим этот логотип до здесь пишем просто заголовок большими букв нею описание мы здесь делаем так так это мы сделали значит и теперь нам нужно ну во первых давайте свернем эту секцию это удалим сюда добавляем добавить виджет текст не сюда нужно ставить контакты вас будет ссылка под видео вас будет под видео ссылка на на код с контактами но там инструкция будет все там в общем будет я буду брать сайта образца этот код или скопирую здесь перехожу во вкладку текст закрываем ставим курсор и вставляем тут смотрите первая первая часть это номер телефона сюда вставляем в международном формате чтобы производился автоматический набор сюда для отображения номер телефона дальше идет почта сюда для автоматического создания письма сюда для информации о e-mail и здесь просто вставляем текст теперь вы меняете в общем теперь нужно нам что сделать теперь нужно нам поменять шрифты но применить во первых нужно применять поменять шрифты вот заголовка даже сейчас это скрою нижнюю часть верхнюю даже без террая вот так не ушел для этого у нас есть сервис фонда весом вы получите ссылку на него здесь вот язык выбираю латиница и еще широкий шрифт такой можно ну давайте такой попробуем добавить этот стиль добавляем этот стиль заходим как бы якобы корзина здесь мы должны скопировать вот этот код далее у вас дополнительной вкладке должны быть еще открыть ваш сайт вот переходим режим консоль ту вкладку ген панель настроить не закрываем дополнительной вкладке просто откройте внешний вид редактор тем я понимаю и нам нужен файл шанс заголовок и здесь перед закрывающимся хит сюда мы должны ставить вот это и обновить файл теперь берем вот эту часть копируем переходим уже там где у нас панель настроить здесь открыто до возвращаемся назад сейчас я найду где это wordpress default вот заходим wordpress default доп стиля лично и нужно получить от заголовок этот правой кнопкой мыши инспектировать элемент даже лучше не так это сделать во второй вкладке где мы только что смотрели панель перейти на сайт вот здесь так во первых там вот здесь нужно сохранить изменения а в этой вкладке нужно нужно обновить правая кнопка мыши на заголовке инспектировать элемент h2 класс виджет в общем нам ну видите вот смотрите это h2 он ходит состав див и он ходит состав другого гифа которого есть и дичник то есть и дичник это элемент который то есть это такой признак который есть только у этого блока нам нужно скопировать вот так вот этот элемент нам просто нужен копий копий элемент нам нужно вот эта надпись переходим сюда удаляем все лишнее нам нужно ставим решетку потому что обращение к и дичник уйдет только через решетку шутка виджет остальное все удаляем но его состав входит див а его его состав входит h2 и ставим фигурные скобки сейчас я снова скопирую шрифт потому что я тогда его не запомнил так не стали так и фонд сайс то есть это размер давайте 120 процентов поставим . 150 вот так достаточно и вот этот интернет магазин одежды можно также здесь мы его можем это копируем элемент то есть он ну вот видите мы наводим этой тег п но он ходит составу откладываться вот от дива вот с таким классом нам нужно скопировать класс поэтому копируем этот элемент дальше не будь внизу его здесь вставляем удаляем все лишнее но тут класс они и дичник поэтому мы класс обращаемся через точку а остальное все удаляем копируем и здесь сделаем в другое обращение после h2 мы говорим что копируем вот этот а да кстати он слишком большой шрифт сюда его не нужно запихивать это ошибка было давайте удаляем это все и вот вот здесь мы до сделаем просто такой же шрифт без увеличения размера и опять же берем вот этот наш наш этот секция вся вот эта которая входит все в эту секцию вот этот айдишник и и мы отдельно его выносим сюда и говорим что текст внутри него то есть текст align выравнивать по центру цвет делаем черным теперь мы должны с вами сохранить изменения перейдем здесь обновим здесь правая кнопка мыши инспектировать элемент это видите вот это идишник текст 5 берем обращаемся текст 5 и текст align центр так вот и также color цвет черный делаем то есть смотрите что вы можете black черный на другой свой цвет поменять в общем будут вопросы пишите я вам помогу так текст 5 а если мы опубликовать давайте закроем это все дело единственно шрифт этот мне не нравится давайте другой поставим он слишком жирный вот он шрифт хороший наверно хорош так здесь во первых удаляем этот шрифт этот добавляем здесь уже вот этот код копируем переходим где у нас эта панелька открыта но не вне вернее не по не открыта панель настрой также в консоль внешний вид редактор тем заголовок так заголовок hit вот вот это удаляем подключение ставим новое подключение обновить файл и и теперь копируем сами шрифты и уже переходим где панель настроить вот здесь у нас контрол в и здесь у нас также давайте посмотрим здесь все сохранено здесь опубликуем вековано и здесь переходим на сайт все так намного одежда намного лучше теперь во вторую вкладку мы должны с вами вставить на меню меню давайте ставим для клиентов берем выходим отсюда выходим отсюда виджеты 2 2 виджет удаляем все меню навигации здесь выбираем для клиентов и здесь также для для клиентов и а здесь мы вставляем еще давайте в ниже давайте так а теперь перейдем в 3 и товары продукт удаляем сюда добавляем меню навигации и здесь выбираем одежда так в 4 удаляем удаляем добавляем виджет текст и не товары виджет текст пишем такой текст у вас вопросы и сюда нужно будет ставить шорткод кнопки которую мы сейчас создадим но я скопирую сайта образца так и нужно будет вставить еще виджет изображения добавляйте изображения загружаем вас изображение это будет под видео ссылка на него и в так отлично потом ссылку вставим и что мы видим сюда можно ставить обувь а сюда можно вставить лично давайте так берем добавить виджет меню навигации выбираем аккаунт и второй виджет футер открываем и здесь также меню навигации выбираем обувь и здесь ставим обувь отлично и сюда мы можем ставить кнопки соц сетей и так нам нужно кое-что сейчас будет сделать во первых нужно создать кнопку макс батон консультация до консоль плагины добавить новый есть нужно ввести на английской раскладке название плагина макс батон вот этот плагин установить активировать теперь страницы страница контакты перейти копируем ссылку на эту страницу возвращаемся назад здесь макс батон вкладка добавить новую кнопку вот здесь название кнопки это название нигде не будет видно консультация сюда в url вставляем ссылку на нашу страницу и мы хотим открывать ее в новом окне вот сюда галочку ставим далее вот сюда вставляем текст который будет на кнопке консультация так все оставляем и теперь нужно нам цвет скопировать давайте пока сохраним изменения внизу save перейти на давайте так даже внешний вид настроить здесь color global кликаем сюда и копируем маркировку этого цвета скопировали закрываем панель так и теперь значит текст на кнопке белый текст при наведении белый мы так вот сделаем здесь короче говоря замок убираем кликаем по замку чтобы разные углы задать 10 0 10 0 0 10 вот такая форма будет и рамку мы сделаем также белую обоих состояниях и при наведении так и теперь фон фон мы делаем здесь вставляем нашу маркировку и при наведении такой же фон делаем так отлично тень ну тень черной можно все сохраняем изменения и вот смотрите мы сохранили все изменения и наверху нам сформировался шорткод кнопки который мы до этого ставили в подвале сайта если другой ваш шорткод кнопки то его вставляете вместо того переходим на сайт и давайте посмотрим спустимся вниз так ну вот у нас вот готова шапка у нас готов подвал сайта а не совсем готов нам нужно страницу доставка и оплата взять копируем и мы должны с вами копировали и переходим в панель настроить здесь виджетов начнем виджеты и получается это последний четвертый вот изображение заход изображения видите ссылка вставляем скопированную ссылку применить и теперь при клике по этой картинке будет передрисаться на страницу доставка и оплата опубликовать теперь давайте самым ford press default дополнительные стили и вот этот descriptions где спускаемся во первых я скопирую control c нажал и удалю бэкспейс ну вот так давайте не будем здесь описание делать красиво так вот то есть у нас опубликовать давайте еще раз глянем на наш подвал все хорошо все красиво и вот этот мой блок удалим как рекламу и вот этот блок удалим за можете footer поставить но мне кажется но лишнее некрасиво удалим это сделаем в на уроке настройка дизайна и шапка сайта у нас тоже сделано но вот сюда когда мы при прокрутке настройка дизайна мы еще добавим другой логотип другого цвета так и но это иностранные названия тоже замене на при настройке дизайна поменяем или следующим этапом у нас будет настройка именно главные страницы то есть мы установим правильный слайдер вот здесь все правильные категории подредактируем тут все это дело и сделаем все наши основные настройки все до встречи на следующем уроке